Движение на центральной площади города перекрыто на часах 14.00. Встроенные колонны подъезжают десятки пожарных машин. Саров торжественно провожает своих спасателей, что все эти дни, не щадя себя, боролись с опасной стихией. Наконец, очагов возгорания на территории Мордовского заповедника нет, и пожарные могут вернуться домой. Огонь распространялся с большой силой, потому что зависело от погодных условий. Ветер сильный, жара, то есть из-за этого пожар распространялся очень сильно. Было большое задымление, дышать было сложно. Ну, как бы, наша работа, то есть мы с этим совсем справились. Ульяновск, Бор, Выксадежинск, Арзамас, Нижний Новгород. На площади построились около полутора тысяч человек, уставшие, измотанные. Многие из тех, кто стоит здесь, спали всего несколько часов. Торжественная церемония началась со слов благодарности. Первым героем праздника обратился Валентин Костюков. Хотел бы особо отметить, что в рамках реализации этой части здесь органично работали и личный состав, и воинские подразделения, и личный состав Российского федерального ядерного центра, и городские организации. Все совместно реализовали эту задачу. Работа еще не закончена, добавил Валентин Ефимович. Часть группировки под руководством полковника Мишина здесь остается. В ближайшее время в городе проведут межведомственное совещание по анализу причин возникновения пожаров и организации их тушения. Огнеборцев поблагодарил и глава города. Перед вами не может быть задач, которую вы не способны выполнить. От лица жителей города, от всех саровчан, я говорю вам спасибо. И простое человеческое пожелание – отоспитесь и встретитесь своими родными и близкими, они вас ждут. Спасибо вам. За проявленное мужество администрация города и ядерный центр вручили спасателям благодарственные письма и подарки. Провожали огнеборцев-саровчане бурными аплодисментами. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.